Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». Об основных событиях среды вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в Чебоксарах распахнул в свои двери самый волшебный дом. Правда, ненадолго. Гостей здесь будут принимать только до середины января. Увидеть его хозяев мечтают все дети без исключения. И уже с утра Дед Мороз и его внучка встречали маленьких посетителей. Как в новогодней резиденции исполняются мечты, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Уже полноправные хозяева резиденции наводят последний лоск. В зале украшена елка, зажжен камин, а на полках расставлены фигурки того самого Деда Мороза. К встрече детей готово все, и маленькие гости не заставили себя долго ждать. Одним из первых порог новогодней резиденции переступил Максим. Мальчик подготовился и рассказал волшебникам стих. Лягушки радостно пристал. Огодков далекие сколько. А, наверное, мы сочетали жарко. Ах, какой хороший стишок. Молодец. Я тебе за это подарок приготовил. Ну-ка, Дедушка Мороз, что ты там приготовил? Вот такой. Подарок Максиму пришелся по душе. Потом он признался нам, что в будущем мечтает стать пожарным. Чудеса в резиденции исполняет не только Дед Мороз. Волшебным в этой комнате называют каждый предмет. И старые часы, и проигрыватель, и даже огромный сундук. Сев на него, любой пришедший сюда человек может загадать желание. И это желание обязательно сбудется. Некоторые дети приходят на следующий год и рассказывают про то, что их желания сбылись. И загадывают новые желания. Но желания здесь загадывают не только дети. Взрослые тоже верят в чудо. Кто-то просит мобильный телефон, а некоторые и сами мечтают стать волшебниками. В прошлом году здесь составили список самых необычных просьб. Впрочем, присесть на этот сундук с этого дня будет возможность у каждого. Приглашаю всех в мою резиденцию. С детишек стишки, с родителей улыбки. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. За шесть дней до Нового года правительство республики собралось на последнее в 2013 заседании Кабинета министров. О том, какие вопросы остались на конец года, моя коллега Ольга Поручкина. 26 заседаний, более 500 вопросов. Вот таким стал 2013 для Кабинета министров. Все самые важные и острые вопросы правительство решало в течение года. Однако тем хватило и на итоговое заседание. Кстати, началось оно с хорошей новости. По итогам 2012 года Чебоксары признаны одним из самых благоустроенных городов страны. Первое место – это город Калуга. Второе место – с вручением диплома правительства Российской Федерации. Второй степени – и денежные премии муниципального образования города Чебоксары. Давайте поздравим городских первоначальников. Затем перешли к повестке дня. В первую очередь утвердили форму, в которой будут предоставлять поддержку по оплате жилья некоторым категориям льготников. Ветеранам, тем, кто пострадал в Чернобыле, инвалидам. Сейчас каждый месяц они получают выплату в фиксированном размере. В то время как федеральное законодательство требует, чтобы ее размер зависел от фактической стоимости услуг. Чтобы исправить это несоответствие, в закон унесут изменения. В зависимости от того, в какой квартире живет человек, то есть это может быть плата и тысяч рублей, может быть плата и 500 рублей. То есть будет очень дифференцированно. Если он занимает большую квартиру, может быть больше, небольшую, может быть меньше. Не обошлось на последнем заседании года и без вечной темы детских садов. Кабинет министров утвердил порядок, по которому родители могут обращаться за компенсацией. Таковая положена всем, кто платит за посещение детьми дошкольных учреждений. Сегодня родителям выплачивается 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьих и последующих детей. Данный проект постановления утверждает документы, которые нужно представлять родителям, и порядок, механизм компенсации. Документы будут предоставляться месту пребывания ребенка, то есть детский сад, а выплату компенсации будут производиться в селе полномочные органы местного самоуправления. Кстати, судя по всему, приятные новости есть для тех, кто детский сад давно не посещает. Студентов главных вузов республики ожидает повышение стипендии. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Современный рынок диктует предприятиям свои требования. Квалифицированные кадры и высокопроизводительные рабочие места – таков залог успешной деятельности. Многие заводы Чувашии стараются подстраиваться под веяние времени. Сегодня глава республики ознакомился с недавно модернизированными цехами предприятия по выпуску гофропродукции. От упаковок для пиццы до коробок для больших холодильников. За один месяц конвейер расходит более 6 миллионов квадратных метров гофротоваров. Предприятие было открыто 20 лет назад. В последнее время советское оборудование начали списывать. Взамен покупают импортные установки. В отличие от старой техники, на современном конвейере возможно выпускать более 400 коробок в минуту. Конкуренция сегодня заставляет всех думать, ибо само вообще производство, построенные в советские времена, конечно, требует модернизации. Я был в «АллатРа», смотрел, насколько сама бумага готовится. Тоже как бы завод, построенный в советские времена. Вы бумагу от них тоже получаете, а конечный продукт, который вы уже в виде коробок делаете, тем самым наши потребители, наши производители, это экономики Чувашской республики, достойно отзываются. Глава республики интересовался не только современной техникой, но и проблемами работников. Сотрудницы коллектива пожаловались Михаилу Игнатьеву на то, что после вечерней смены им сложно добраться домой. После 11 часов мимо их предприятия общественный транспорт проезжает редко. Глава региона поручил городским властям разобраться в ситуации. Зашел разговоры о том, как правительство исполняет свои социальные обязательства перед жителями. Михаил Игнатьев озвучил приятные новости для женщин. В следующем году размер материнского капитала составит 530 тысяч рублей. Координационный совет по реализации национальной стратегии действий в интересах детей обсудил сегодня задачи по улучшению организации их отдыха, оздоровления и занятости. Минздравсосразвитие отчиталось о проделанной в 2013 году работе. Более 111 тысяч детей от 6 до 17 лет провели лето с пользой. В 25 загородных лагерях отдохнуло почти 30 тысяч ребят. Оздоровительный эффект достиг 92%. Задача на 2014 год – сделать отдых и оздоровление еще более доступными и качественными. Для этого собираются использовать новую автоматизированную систему по сбору, учету и обработке заявлений на приобретение путевок. В январе-феврале планируется обучение школьных и муниципальных операторов. Отдельный вопрос – подбор персонала для загородных лагерей. К счастью, скандалов у нас немного, но и тех, что были, более чем достаточно, чтобы предъявлять к вожатским кадрам более высокие требования. Ведь для будущих педагогов это бесценный опыт. Потом же они учителями будут работать в школе, общения не будет, что они будут делать. И все выпускники, конечно, не трудоустраиваются по специальности, хотя с бюджета тратим огромные деньги на подготовку этих студентов. Это тоже вопросы рынка труда в данном случае. Когда они зачем поступили, тогда учиться вообще. Также в числе задач – развитие материально-технической базы организации отдыха и оздоровления детей, усиление контроля за эффективным и результативным использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на подготовку летней оздоровительной кампании 2014 года. Журналистов научат русскому языку. В Национальной библиотеке открылся обучающий семинар с руководителями-специалистами средств массовой информации. Мининформполитики пригласила профессиональных филологов – преподавателей Московского государственного института печати, кандидатов филологических наук Татьяну Скворцову и Валерия Перевалова. Вместе с главными редакторами, журналистами и верстальщиками печатных СМИ Республики они обсудят современные языковые нормы в практике современной печати и новые тенденции в российских и мировых СМИ в плане подачи информации. Кроме того, участникам семинара расскажут об особенностях публицистического стиля в условиях двуязычия в регионе, а также о том, как язык СМИ в интернете влияет на формирование имиджа Республики. Впервые в Чувашии проведена операция по удалению надпочечника через мини-доступ в брюшной полости. Сделали ее в Республиканском госпитале для ветеранов войн. О подробностях далее. Операцию по удалению надпочечника провел заведующий хирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн Владимир Осипов со своей бригадой врачей. Все специалисты прошли обучение на базе ведущих клиник Москвы. Но прежде хирургическое отделение было оснащено дорогостоящим оборудованием. Ведь без него такие сложные операции невозможны. Ранее в Чувашии такие операции не делали. В нашей больнице была выполнена впервые трансабдоминальная лапароскопическая адреналоктомия. Операция выполнялась по поводу доброкачественной гормонально-продуцирующей опухоли надпочечника молодой девушки. Сейчас пациентка чувствует себя нормально, выписана домой в удовлетворительном состоянии. Выражаясь обычным немедицинским языком, удалили пораженный орган через небольшой прокол в коже. Разрезать пол спины не стали. После лапароскопических вмешательств реанимационный период короче. А послеоперационное восстановление занимает 7 дней вместо 3 недель. Немаловажный косметический результат операции, так как операция выполняется через 4-5 проколов в сантиметровых разрезах. В то время как классическим способом операция выполняется через 10-15 сантиметровые разрезы в проясничной области или на передней брюшной стенке. Операция выполняется под видеоконтролем, под увеличением, что позволяет выполнить операцию более щадящую, более деликатную, избежать кровопотерей и других осложнений. Во время операции мы можем выполнить ревизию органов брюшной полости и при необходимости выполнить симультанную операцию. Каждый пациент для нас уникальный, и каждая операция сама по себе уникальна, интересна. В госпитале для ветеранов войн практически каждый день, кроме выходных, делают по несколько операций. Отделение специализируется на операциях эндокринной системы. Сейчас начали выполнять видеоассистированные операции на щитовидную железу. Это тоже облегчает ход подобных хирургических вмешательств, не говоря уже о новом качестве жизни для пациентов. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Народная свадьба глазами художника-исследователя. Под таким названием в Чувашском художественном музее работает выставка. А сегодня там прошла и музейная конференция. На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и фотографии. Все они отражают тему свадьбы, ее значение для семьи. В основе выставки экспонаты из Чувашского государственного художественного и национального музеев и ряда других собраний. В числе авторов Иван Дмитриев, Юрий Зайцев, Никита Сверчков, Моисей Спиридонов, Анатолий Митов, Раски Витти. Центральное место экспозиции занимает картина Моисея Спиридонова «Невеста». Над этим полотном автор трудился почти 10 лет. Невеста – это собирательный образ. Прототипом стала сестра художника, у которой трагически сложилась семейная жизнь. Окончайший вариант он ее исполнил в 1960 году. Ему удалось создать образ, собирательный образ чувашских девушек, невест, которые выходили замуж. Иногда даже не знали своего будущего жениха. Невеста сидит в тухе, наголо накинут в свадебный покрывало пергенчик. Грустное лицо, своеобразный трагизм, психологическое состояние художник передал в ответы к картине. Раски Витти в своей манере отразил театральность ритуала, когда жениха встречают в доме невесты. Разумеется, это радостно для всех событий. Но, видимо, груз по обычаю, по обряду невеста должна была изобразить груз, потому что она расстается юношу, расстается родными, едет в чужую семью. Поэтому, конечно, некоторая игра, такая под грусть, присутствовала на свадьбе. Кроме полотен с изображением свадеб и героев торжества на выставке представлены атрибуты и символика, показаны традиции и современность ритуала. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии поют лучше, чем в Италии. Такую новость привезли с собой из города Клин юные вокалисты нашей республики. Пять девочек-солисток и целый хор в Урнарской школы искусств были приглашены на гала-концерт Международного фестиваля детского творчества Чунга-Чанга. Подробнее в сюжете Марии Шоклевой. На фестиваль Чунга-Чанга отправились лучшие из лучших. Делегацию нашей республики представляли победители конкурса «Жемчужинки Чувашии». Я Татьяна Новикова. Мне 12 лет. Я приехала сюда из деревни Тоси Паразуси Чувашской республики. Принимаюсь музыкой с 9 лет. Я люблю очень играть в пианино. Фестиваль Чунга-Чанга проводит творческий центр Юрия Энтина. Автор всеми любимых песен «Буратино», «Крылатые качели», «Бременские музыканты» с удовольствием встречается с ребятами и слушает свои песни в их исполнении. На концерте звучат и знакомые с детства мелодии, и новые произведения. Совсем недавно Юрий Сергеевич написал 4 песни на музыку Петра Ильича Чайковского. Одну из них доверили исполнить нашему дуэту нон-стоп. А за окном приятные юнские дырки, они шумны, они легки. Чувашские исполнители так понравились президенту фестиваля, что он не удержался от комментариев. Чуваши – это певческая аномалия. Там все поют лучше, чем в Италии. Любовь Юрия Сергеевича взаимна. В ответ на комплимент наша делегация подарила поэту чувашскую песню и сувениры. Детские поэты, они как дети, они любят очень подарки. Конфеты, да мне? Я очень надеюсь на то, что сотрудничество Чувашской опублики и вашего центра будет продолжено. И будет продолжено не на года, а на десятилетия. И хочу вам пожелать добрых, долгих-долгих лет здоровья и творческого-творческого долголетия. То, что вы создали, вот я вот сегодня еще раз поймал себя на мысль, что это вечно, что это вечные песни. Прошло уже 20-30 лет, ведь я сидел и все слова помню. Это действительно, это вечные песни. И то, что молодое поколение их воспринимает и будет передавать будущему поколению, я думаю, что это на долгие-надолгие годы. Это приглашение к сотрудничеству. В развлекательной программе фестиваля встречи с Дедом Морозом из Великого Устюга и экскурсия в дом музея Чайковского. Побывать там вместе с нашими ребятами сможете и вы, если посмотрите фильм «Жемчужинки Чувашии». 9 января в 20.30 только на нашем телеканале. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Клин, Республика. Заканчивается 2013 год. В астрологии год змеи. Скоро балом начнет править лошадь. Чего ждать в наступающем новом году? Ответы дадут в программе «По существу» сразу после выпуска новостей. А у меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова